Югру активно преображают в рамках программы «Комфортная городская среда». В этом году в округе должны благоустроить 112 объектов, 77 дворов и 35 общественных территорий. Жители Югры сами голосовали за проекты. На реализацию выделили около 400 миллионов рублей. К примеру, в Советском районе работы ведутся в пяти поселениях. Обустраиваются аллеи, дворы, скверы, спортивно-досуговые зоны. Что изменилось в облике Советского в лучшую сторону, расскажет Милана Поварницына. Андрей Стариков пришел к мемориалу почтить память павших не просто как посторонний человек. Для него эта история очень личная. Он воевал и даже был награжден медалью за боевую службу в Афганистане. Не только просто воевали, мы еще и помогали местным жителям, проводили колонны с продуктами. Сквер мужества вырос на месте пустыря буквально за несколько месяцев. Открытие в нем мемориала воинам-интернационалистам только начало. Скоро приступят к озеленению сквера, установке освещения. Он станет местом проведения уроков мужества, патриотических акций, местом встречи тех, кто служил в рядах вооруженных сил. Занял свое законное место в Советском еще один монумент. Крылатый. Небесный труженик – это памятник первооткрывателю северных просторов самолету Ан-2. Обновленный, только с завода он вернулся к месту своей постоянной дислокации – въезду в аэропорт. Винтокрылому трудяги отремонтировали металлические части фюзеляжа. Частично заменили тканевую обшивку на крыльях и хвостовом оперении. А еще покрасили. Вторую жизнь легендарному Ан-2 дали жители Советского. Предприниматели и руководители предприятий. Все-таки достопримечательность района. Большое спасибо хотелось бы сказать нашим предпринимателям. Они участвовали очень дружно в восстановлении этого самолета. Эти новшества – лишь небольшие штрихи на карте Советского района. Работы по благоустройству более масштабные. Они проводятся в пяти поселениях. В рамках проекта «Комфортная городская среда». На эти цели выделили почти 29 миллионов рублей. Так в Пионерском планируют завершить обустройство сквера первопроходцев к сентябрю. Свой вклад вносят молодежь, общественники, депутаты и предприятия. А в Коммунистическом благоустраивают парковую зону. Там уже отсыпана площадка, сделано ограждение, появились камейки и малая архитектурная форма. Правда, из-за недобросовестного подрядчика сдвинули сроки сдачи объекта. Мы планировали, что на той неделе мы уже будем все сдавать. То есть открытие, но не получается. Проблемы с подрядчиком возникли и в Алябьевском. Желающих принять участие в аукционе на втором этапе работ не нашлось. Пришлось подключаться администрации. Тем не менее, на стадионе уже уложено новое футбольное поле. Должны установить турники и сделать освещение. Милана Поварница на телерадиокомпании Югра при поддержке телекомпании Первый Советский.